Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! В прошлое видео я снимала обзор своих растений. Почти всех! Некоторые не показала. В видео получила очень много откликов и комментариев. Мне очень было приятно читать. Спасибо вам большое за похвалу и за добрые слова. В прошлом видео я говорила, что предстоит большая перестановка. Потому что у нас уже на улице осень. Сегодня 1 сентября. И ночи уже прохладные. И у меня большинство растений, но не всех еще переехали уже в дом. И я вам сегодня покажу, как я расставила. Мне, конечно, очень нравится, потому что бугенлили, как вы видите, они у меня все цветут. И прям украсили вдох очень хорошо. Также много вопросов по мини-нили. Я в конце видео, конечно, покажу ее. И расскажу, как я за ней ухаживаю. Сейчас, потому что на дворе осень. И после цветения, что я с ней делаю. Смотрите до конца, будет интересно. Ну, это у меня вид с кухни. Здесь у меня изгородь вот такая получилась. Живая и цветущая. Смотрите, бугенлилия, конечно, вообще очень украшает. Ну, бугенлилия, конечно, еще на улице осталась большая. И глабра сорт. И еще 2 небольших тоже сорт глабра. Вот одну я занесла домой. 2 занесла. Так вот они у меня тут стоят. Такая красота. Глаз, конечно, радует, потому что лето продолжается. Все цветет. Но бугенлилия, конечно, вообще у меня без комментариев, можно сказать, здесь, главное, у меня вот один кустик. И вот здесь вот такие яркие, такие цветы. Ну, цветные предсветники, если правильно говорить. Видите, а здесь розовые такие, бледно. Как будто, знаете, сделана прививка, хотя ничего не делала. Ну, здесь немножко, конечно, сливается как-то. А вообще, вот эти вот предсветники, они очень такие, знаете, вот на видео, как бы я вижу, что они светлее. На самом деле они темнее. И она смотрится прям красиво. Видите, если издалека, то видно, что цвет разный. Ну, и Глабра, конечно, красотка. Здесь совсем нежный такой розовый цвет, бугенлилия. Да, здесь вот у меня гибискус. Весь такой бутоны скоро откроет. И бутонов очень много. А вот этот вот, прям вот-вот откроется бутон. Вот он. Красавчик. Здесь еще от лампы засвечивается. Ну, здесь я на полку под лампу поставила, у меня здесь колладиумы. Решила я их совсем сюда поставить под лампу. Здесь на полу у меня стоит куст гордынии моей. Такой вот здесь вот бутончик вообще уже большой. Скоро откроется. И появляются везде-везде бутончики. У меня просто спрашивали в видео, сбрасывает ли она у меня бутоны. Могу сказать честно. Я с этим не сталкивалась. Как-то вот мы с ней подружились. Причем у меня даже бывает, что и где-то упущу, не полью. Смотрю, листья повяли. И даже с бутонами такое было у меня. Я просто ее полью. И все, она поднимет и бутоны, и листья. И все хорошо. И причем она не скидывает, насколько это капризное растение. И все же она не скидывает, даже если ей не хватает воды. То есть вот такое интересное растение. Но я знаю, что она очень-очень капризная бывает. Она не любит даже перестановки. От места перестановки может тоже скинуть бутоны. Но это не про мою горденью. Здесь у меня такой уголок. Аквариум. Рыбки яркие, красивые. И, конечно же, Бугенвильям. Красотка. Как можно не любить такую красоту. У нее очень много появилось еще молодых таких, не раскрывшихся. Предсветников. Думаю, она распустится, потому что ей хватит света. Здесь у меня светло. И днем, когда есть солнышко, здесь попадает и солнышко. Ну, вообще, посмотрите. Ну, как вообще. Красота. Такой цвет. Бугенвилья. А это у нее такие белые цветочки. На таком ярком предцветнике. Вообще здорово, конечно. В общем, в мою оранжерею переехали цветущее растение. И очень-очень украсили мой дом. Дом оранжерею, могу сказать. Потому что домом это, наверное, уже сложно. Сложно вообще сказать, что это дом. Просто мы живем в оранжереи. Можно сказать так. Здесь у меня переехал тоже папоротник. Но ему место только здесь. Ну, здесь тоже солнышко попадает и свет падает. То есть ему здесь светло. Он у меня под филадендроном, под фанбаном стоит. Здесь тоже Бугенвилья. И пойдемте со мной. Здесь вот моя меденила. О ней чуть позже. И покажу. Я здесь поставила вот такой стеллаж деревянный. И на нем проставила свои орхидеи. Орхидеи. Но они цветут. Очень много цветоносов появляется. Здесь, как вы видите, солнышко. Очень светло. Но здесь у меня пока ничего не изменилось. Здесь только вот стеллаж добавился с орхидеями. Потому что я их убрала с той полки. Там у меня Бугенвилья. Ну и моя красавица Меденила. Меденила разрослась очень хорошо. Скинула она нижний лист. Всего один. И сколько у нее сейчас полезло новых листьев. Листья очень хорошие. Посмотрите. Везде из пазух появляются листья. Поливаю я ее пока как обычно. То есть по мере пересыхания верхнего слоя грунта. В общем, я ее поливаю каждый день по чуть-чуть тепленькой водичкой. И раз в 10 дней вношу удобрения. Для цветущих растений. Ну, я использую фертику. Фертику люкс. Ну и смотрю, растениям нравится тоже. Или просто им нравится место, где они находятся. Я даже не могу сказать. Ну, Меденила шикарная, конечно. Вообще. Вот этот листик, он изначально был скрученный. Видите, грунт. Такой не... Ну, как бы... Я ее сегодня, конечно, поливала. Он такой влажноватый. Ну, допустим, если вот завтра утром к ней подойти, да. То он будет уже сухой. Потому что корневая система у нее хорошая. Видимо, разрослась-то хорошо. Потому что у нее очень большая крона. И она тоже... Места занимает очень много. Она раскидистая. Я пыталась, конечно, вот эти ветки. Думаю, что как бы вот их поднять. Ну, знаете, вот... Ну, не получается. Они потому что очень жесткие. И если их вверх поднимать, то, конечно же, можно сломать. И поэтому я ничего не делаю. То есть она вот растет, как растет. И все. Я просто думаю, вот эти вот сейчас ветки будут расти прямо. То есть это само по себе растение очень раскидистое. Это кустарник. Ну, вот, видимо, она и растет так. Раскидистое. Здесь она у меня стоит под лампой прям. У меня лампа, конечно же. Днем тоже горит. Такая вот лампа. Хотя и на улице солнце. Но оно как-то вот солнце. Если лампу выключить, то, конечно, будет здесь темновато. Потому что растений много. И они как-то перекрывают, что ли, вот этот вот солнечный свет. И кому-то будет недоставать. Поэтому лампа у меня включена здесь и днем. А вечером я выключаю, конечно же. Ну, здесь вот у меня авокадик еще переехал. Молодой, молодой. Еще годика нет ему. Здесь личинь. Ну, это мое. Это мое кофе. Ну, здесь я в обзоре уже показывала эти растения. Не буду повторять. А, здесь, конечно, вот у меня еще что нового покажу. Калатея. Я, кстати, в сообществе выкладывала. Вот она после пересадки у меня решила зацвести. А вот здесь вот, которые листики раскрутились, молоденькие. Вот здесь вот, посмотрите, точки роста пошли. Вот, вот. Ну, в общем, кустик будет пушистый. Мне вообще эта колотейка нравится очень. Она когда большая, пышная, она очень-очень эффектно смотрит. Ну, я могу сказать, и вот эта колотея тоже эффектно смотрится. Да, они все, наверное, смотрятся хорошо. Особенно, когда они еще выглядят хорошо. Самое главное же, чтобы еще декоративность листьев не терялась. А была такая же, без сухих кончиков. И вот прям вот насыщенный цвет такой. Ну, вот оно смотрится, конечно, красиво. Ухода, конечно, за растениями очень много. И вы, наверное, это тоже сами понимаете. Меня просто спрашивают, сколько же я в день уделяю растениям. Это вообще такой вопрос сложный. Потому что вот за целый день приходится что-то делать. Такого нет вообще, чтобы вот я день что-то не делала. То есть встаешь, либо что-то вот смотришь, чтобы, не дай бог, вредители не появились. Потому что растений очень много. Где-то кого-то опрыскаю. Где-то кого-то полью. Потому что поливаю я их не в один день всех. А по-разному все-таки некоторые. Поливаю как бы уже в другой день. Ну, допустим, фикус. Вот этот свой большой. Я его поливаю всего один раз в неделю. Он к себе много внимания не требует. И причем у него грунт просыхает. Он сухой стоит. И все равно я его не поливаю. То есть раз в неделю. Зимой даже пореже буду поливать. Шифлеры свои я тоже поливаю примерно раз в неделю. Они не любят переувлажнение грунта. Ну, вот меденилу каждый день. Бугенвиле, наверное, каждый день поливаю. Потому что быстро очень пересыхают. Филодендроны. Тоже не каждый день. Фанбан тоже, скорее всего, я его поливаю раз в неделю. Ну, вообще крупномеры. Я их все поливаю раз в неделю. Потому что там все-таки и корней много. И грунта больше. И поэтому я даю все-таки просохнуть. Я считаю, что лучше не долить, чем перелить. Потому что растениям так лучше. Потому что перелива не любит никто. Даже тропические растения. Они не любят, когда им устраивают болото. Я не могу оторваться, конечно, от этой картинки. Она мне просто нравится. Я уже говорила, что у меня и в коридоре даже стоят. Видите, какая большая дра ценна. Но некуда ее было поставить, как только вот в этот угол. Но она тут вписалась, в общем-то, хорошо. Да, и Юка, конечно же, еще здесь тоже у меня по соседству. Директора все на своих местах. Спят, как всегда. Еще раз повторюсь. Я говорю, уже не могу оторваться от этой картинки. Сидел бы, смотрел и смотрел на это буйство красок. Сегодня уже первое сентября. Азалия. Такой цветочек большой. И у нее везде-везде появляются бутончики. Вот там бутончик. В общем, по всему кустику. Ну и, конечно, быстро покажу свои глоксинии. Смотрите, как они расцвели. Красотки. В общем, радует. И вот Адеша. Сколько бутонов. Я думаю, что завтра распустится. Выставлю, в общем, фотографию в сообществе. Ну, вот так вот я расставила растения дома. Но это пока еще не все мои растения. Не удержалась, конечно же, рассказала еще что-то по уходу за растениями, за минилой. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok